Победителями вернулись леневские спортсмены с открытого 11 фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств на кубок равноапостольного Николая Японского. Все подробности прямо сейчас. Юные медалисты приглашены на прием к главе. Он лично захотел поздравить ребят с победой, пообщаться с теми, кто сумел достойно представить свою малую родину на столь высоком уровне. Куда вы ездили? За песнями? Нет. Ну и как Москва? Отлично. Нормально. Мы отобрались. Вот они у нас выступали в том году. Комков Владислав, Кожин Кирилл, Вершинин Вячеслав. Выступали у нас на кубке СНГ по боевому самбо в Московской области. Мытищих выступали. Они отобрались, получается, на проходящий кубок мира по детям. Нас пригласили. Мне позвонил вице-президент Федерации международного боевого самбо. Пригласил, отослали положение. Сказали, хотите попробовать свои силы, мы вас ждем. Заявляйтесь, будем рады. Ну и вот в рамках фестиваля, вот этого турнира, фестиваля спортивных единоборств Николая Японского. Но мы решили попробовать. Попробовали. Сегодня эти мальчишки победители. Каждый из них занял первое место в своей возрастной весовой категории, чему они, безусловно, рады. Нам ребята рассказывают о себе, участии в соревнованиях и о том, почему когда-то среди множества видов спорта выбрали эти. Я смотрел бокс по телевизору и UFC. И захотел тоже пойти в смешанное единоборство. Пришел сразу к тренеру? Да. Вот немножко о нем, как о тренере расскажи, как он, чему он нас учит? Ну, он лучше, учит к лучшему, успеху, показывает результаты. Ну, мне нравится тренер. Хороший. А в соревнованиях ты не пишешь участие? Да. А зачем они тебе нужны? Ну, показывать успехи, медали зарабатывать. Ну, становиться лучше. Я, когда сходил на тренировку по карате, мне она не понравилась. Я, когда ехал домой, мне мама предложила вот эту команду. Ну, я согласился и хотел попробовать. И вот с тех пор я занимаюсь в этой команде. Мне здесь научили защищаться, защищать кого-то и быть сильнее. Вот награда, которую ты получил, насколько она для тебя ожидаема или неожиданна? Ну, для меня награда была неожиданна. Соперники сильные? Да. Немножечко о них расскажи, откуда были, что это, с соперниками? С кем пришлось? Ну, пришлось сражаться с разными соперниками и в разных дисциплинах. Ну, было много боев. Даже не ожидал, что столько будет. Мне ты самый сильный отказался. Да. С самого детства я любил смотреть бои, и папа всегда хотел, чтобы я умел драться. И поэтому я пошел в команду «Сибирский боец» к тренеру Михаилу Петровичу. Бои прошли в Москве очень хорошо. Я занял первое место в профессиональном боевом самбе. И второе место в самбе. Ты большой молодец. Самбор. А родители твоего, папа, он хотел, чтобы ты научился, да? Сейчас он уже видит, что ты умеешь, что ты можешь. Как они реагируют? Мама, папа? Все, с каждым соревнованием, которое проходит отлично, они поздравляют и говорят, чтобы я дальше двигался к своей цели. А какая у тебя цель? Моя цель в дальнейшем стать тренером. Я занимаюсь в команде «Сибирский боец» уже 3 или 4 года. Мне очень нравится эта команда. Я хочу дальше продолжать заниматься ей. В дальнейшем я хочу стать чемпионом мира, если получится. И хочу также тренировать. В Москве мне бои очень сильно понравились. Было, как бы соперники были хорошие. Было с кем подраться. Уровень повысил самой. Стал больше знать. Где-то ошибки допускал их, пытался исправлять. Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств на кубок равноапостольного Николая Японского проходил в городе Пушкин из 20 по 23 февраля. Эти дни, проведенные вне дома, мальчишки запомнят навсегда. Незнакомый город, новые впечатления, волнение перед соревнованиями, сами поединки и награждения. Целая череда памятных событий. У нас дисциплина была боевая самба. Естественно, организаторы в связи со сложившейся сейчас ситуацией, коронавирус, да, как бы они расписывали определенное время и определенные возраста, кто в какое время будет выступать. Ну, чтобы не было большой массовки. Но, тем не менее, народу было очень много. То есть все трибуны были заняты, участников было очень много. То есть были, конечно, и сложности в связи с этим. Ну, как бы справились нормально. Было 19 регионов и, по-моему, 5 стран, что ли, СНГ. Что-то вот такое. Но это, на самом деле, не так много. Ну, международного считается, но это не так много. Когда мы были на Кубке Евразии, там было, по-моему, порядка 30 регионов. Все СНГ и даже откуда-то еще там со Штатов прилетали, с Бразилии. То есть как бы вот так. Поездка на соревнования стала возможной благодаря материальной помощи администрации Ленёва и спонсорам. А отличные результаты ребят для тренера не стали неожиданностью. На фестиваль они ехали с твердым намерением победить. К успеху своих мальчишек Михаил вел долго и терпеливо. Пришло время собирать плоды. Это мои первые воспитанники, которые пришли ко мне, когда я в 2014-м на мастера спорта сдал, в 2015-м получил. И в 2015-м я начал тренировать, открыл тут секцию. И вот они пришли еще, ну сколько Владу, 5 лет было, сколько-то, 6 лет назад было. Вот вы считаете, самые первые воспитанники мои. Из них формировалась сборная команда. То есть потом уже подтянулись вот Вершинин после Влада, потом Кожин там через интервал буквально через полгода, вот так, 7 месяцев. Потом вот Никитос неминущих. То есть как бы все так со временем сформировали сборную команду. Мы участвуем на самом деле очень много, потому что, чтобы, ну, так сказать, потому что мы имеем опыт тут у нас, когда, вот особенно коронавирус, да, когда начали закрывать спортзалы. И, ну, у нас сразу оборот упал. У всех упал, конечно. Ну, мы на улице тренировались так же, в принципе, как и все. Но вот уже исходя из своих воспитанников, которые вот именно в сборной команде, я точно могу сказать, как только мы перестаем выступать, естественно, уровень сразу начинает опускаться. То есть нам нужно, естественно, расти, потому что сейчас они уже вышли на первенца страны, выходят, это уже, ну, вплоть с присвоением по ЕВСК, да, то есть присвоение спортивных разрядов, там, кандидатов, мастеров и так далее. Вот сейчас нужно будем готовиться вот к таким стартам. То есть у нас уже в 21-м году, с нового учебного года, с сентября, уже вот будут отборы и уже выходы на Россию по рукопашному бою и по боевому самбо. Боевое самбо, рукопашный бой, смешанное единоборство. По этим направлениям и проходят тренировки бойцов. В Ленево клуб смешанных единоборств посещает 110 ребят. Самому маленькому 4 года, но он уже настоящий спортсмен. Родителям нравится, ну, самое главное, чтобы детям нравилось, если они ходят. Ну, у них, естественно, нету каких-то элементов там, ну, там, я не знаю, как вот пацаны у нас бьются уже где-то, у них просто ОФП, как бы, они все на шпагате сидят, как бы, все умеют выполнять какие-то там кувырки, какие-то акробатику делают, то есть ОФП, естественно, то есть там отжимания, пресс, приседания, вот такие элементы у нас Дарья обучает их. Дарья – нынешний тренер самых маленьких бойцов и воспитанница главного тренера клуба – Михаила. Требования, которые он предъявляет к своим бойцам, Дарье хорошо известны, а потому, как строить тренировки с детьми, ей объяснять не нужно. Сам Михаил Чербаков в свое время обучался у разных тренеров, стал успешным спортсменом. Просто так получилось, что начал в свое время показывать результаты и начал отбираться там, то есть область прошел, попал в сборную СФО округа, округ прошел, попал в Россию, то есть как бы на Россию вышел, ну и вот так. Но в спорте с детства, правильно? Ну, с 12 лет, не прям что бы, с 12 лет. О том, что сам станет тренером, Михаил не думал. Идею создания Вленевого клуба смешанных единоборств приложил один из наставников молодого бойца, а он, подумав, успешно воплотил ее в жизнь. Каждая тренировка начинается с общей разминки. Выполняют ее спортсмены всех возрастов клуба, без исключений, а после – практика, отрабатывание техники, приемов, защиты и нападения. Обычная тренировка прерывается сюрпризом. Медалистов вновь поздравляют с победой на прошедших в Пушкино соревнованиях. На этот раз выразить свое восхищение и уважение юными спортсменами прибыла депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ильгиза Рафаиловна Латфулина. Дорогие ребята, я хочу вас поздравить. Вот все победы начинаются с малого. Но я хочу сказать, что у вас все впереди. Я думаю, что вы будущие победители и чемпионатов России, мира. И надеюсь, что когда-нибудь ваши имена и фамилии прозвучат на Олимпийских играх. И вы прославите не только себя, свою малую родину, Россию, своего тренера, тех людей, своих родителей, тех людей, которые с вами работали, вложили в вас. И, конечно же, я хочу пожелать это самое главное – вам выносливости, упорства, настойчивости, идти к победам. И, естественно, что учиться в школе хорошо, не отставать. Для того, чтобы вы всесторонние могли сказать, что мы это можем, и сочетали учебу и спортивную свою жизнь. Я желаю вам новых побед и успехов. И хочу в присутствии всех поблагодарить вашего тренера. Хочу пожелать Михаилу Петровичу, вот вы знаете, самое главное, чтобы ваши дети понимали, что самое главное в жизни – это здоровый образ жизни, это найти себя в этом мире, найти свое место. И поэтому аспорт – это единственное то направление, которое всегда что делается? Состоронне развивает человек духовно, физически и, естественно, в гармонии с жизнью. Поэтому спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете, воспитываете в детях здоровый образ жизни. И, конечно, хочу поблагодарить вас за начинающих победителей. И, конечно, хочется, чтобы в дальнейшем ваши дети своим упорством достигли больших-больших высот. Я желаю вам удачи, вам, как говорится, хороших учеников, послушных и настойчивых. И, конечно же, хочу вам поблагодарить. Большое вам спасибо. В свою очередь, я как депутат законодательного собрания, конечно, мне бы хотелось, чтобы не только вот сейчас помогали вам в предприятиях, в администрации рабочего поселка Лунии, в организации ваших поездок. Это неравнодушные предприниматели, которые хотят двигать спорт в ребятах и дальше. Хочется, чтобы и с другой стороны, и я имею в виду, и областная администрация уделяла больше внимания именно талантливой молодежи. И, конечно, такому же талантливому древнему. Я вас поздравляю. Разрешите вам вручить грамоту. Ну, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И думаю, что общими усилиями мы сделаем так, чтобы наши дети были самые-самые лучшие. Так сказать, мое тренерское удовольствие – это чтобы мои ученики показывали результаты. То есть, как бы, я уверен, что сейчас осталось совсем немного времени, сейчас они подрастут. Мы будем показывать очень хороший уровень. То есть, как бы, в нашей области нас знают абсолютно все, и мы занимаем постоянно, ну, почти постоянно командные места. То есть, мы никогда, то есть, если мы едем, это так оно и есть, мы едем в составе, допустим, 15 человек, сборная команда есть в составе 15 человек. На любое первенство любого района или области по рукопашному бою мы всегда приезжаем с командным местом. То есть, хотя при том, что есть команды у нас выставляют, которые там команды выставляют по 50, по 60 человек. То есть, как бы, мы берем, ну, стараемся качеством брать, не количеством, а качеством. Тоже можем 100 человек среди него выставлять, но смысла не видим. То есть у нас есть распределение, вторые составы, сборная, команда. Каждый ездит. Пацаны у нас вышли уже на более такой высокий уровень. Мы стараемся сейчас все областя, которые наши близкие, Томская область, мы ездим в Томскую, в Омскую, туда выступаем, чтобы и там нас узнавали.